Привет, меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал, посвященный косметике и красоте. Сегодня у нас в эфире обзор моих обновок за апрель месяц. Будет три части. Сначала то, что я купила, потом то, что я получила в подарок, и потом то, что я получила в качестве пиар. У меня огромная куча продуктов. Я в инстаграм показывала, в сторис. Сейчас, может быть, вам тоже покажу, как это выглядело у меня на столе. У меня в списке 34 пункта, но я уже потом перестала писать каждый продукт в отдельности, и когда мне приходило, допустим, в пиар набор из трех продуктов или из четырех продуктов, я их писала как один пункт. Так что видео будет очень длинным. Сразу предупреждаю, если вам неинтересно смотреть, что я получила в пиар, то это будет в конце. Вы сможете выключиться вовремя. Внизу в описании будут отметки временные. Вы сможете перескочить на конкретно интересующую вас часть или конкретный продукт или конкретный сегмент. И, в общем-то, претензии по поводу того, что слишком длинно не принимаются. Я вас предупредила. Начнем с покупок из тех продуктов, которые, ну, такие любимчики. Постоянно я их покупаю, постоянно использую. Много раз уже про них рассказывала на канале. Во-первых, повторила в очередной раз свою любимую очищающую маску Glam Glow Supermat. Это оптимальный для меня продукт очищающей поры, который на мне отлично работает. И да, она довольно-таки дорогая. Я вылавливаю ее на скидках, но я уже запарилась, если честно, перебирать другие маски и пробовать, что же на мне сработает, а что нет. Столько денег на это угрохало, что решила, что лучше покупать дорогую, но надежную. И, к сожалению, у меня произошла ужасная вещь. Я не знаю, вам, наверное, не видно. Вот тут на банке вмятина. Эта банку я только что купила. Посмотрите, сколько осталось. Я ее, короче, грохнула оффол. У меня вылилось две трети этого продукта супердорогого. Жуткое расстройство. И тем более, что обычно мне банки 50 миллилитров как раз хватает на летний сезон. Зимой мне не нужна маска очищающая поры. Но, как мне правильно сказали в Инстаграме, написали девчонки, что это просто сигнал от Вселенной, и что пора ее покупать не в банке по 50 миллилитров, а в более удобном тюбике 100 миллилитров за раз. Я, Вселенная, тебя услышала, и в следующий раз именно так и поступлю. Следующий мой фаворит, о котором я уже говорила и по которому я прям очень скучала, это крем для кожи вокруг глаз от L.E.M.E.S. из серии Peptide 4. Я с ним познакомилась в прошлом году. Он меня очень сильно порадовал. Он единственный из всего, что я пробовала под глаза. Даже мои любимчики, Боборх и Сэйрлифтинг и Килс Авокадо, не справились с небольшими вот тут вот заломчиками у меня на нижних веках. Я не знаю, это от возраста или от сухости, или от ретинола, или еще от чего-то. Но факт остается фактом, что прошлой зимой у меня такие... Нет, прошлой зимой у меня такие образовались. Все лето я не могла их избавиться, пока, наконец, в конце лета, начале осени не начала использовать этот крем. Когда он закончился зимой, у меня эти заломчики тоже вернулись. И вот только сейчас, когда я повторила этот крем, я смогла от них избавиться. Более того, в этот раз я провела side-by-side тест. На один глаз мазала сыворотку Meza Eye от MediPill. На второй глаз мазала этот крем. И пришла к выводу, к счастью или к несчастью, что действительно этот крем, это то, что справляется с моими вот этими заломчиками. Редкий продукт с пептидами, от которого я действительно вижу эффект. Это слишком легкий крем, чтобы я с моими суперсухими подглазьями могла его использовать соло. Поэтому я его использую, в принципе, как сыворотку. Наношу сверху более питательный крем. Зимой это был Kiehl's Avocado. Сейчас это снова Baborg SR Lifting, который, собственно, я вновь приобрела. Ну, на самом деле, может быть, вы уже слышали историю. Я ее частично рассказывала в пустых банках, частично в фаворитах и разочарованиях. Короче, вся история звучит так. Сначала я решила допользовать сыворотку и крем с черным чаем от Fresh. Сыворотка меня раздражала тем, что пахнет алкоголем. Я ее допользовала на все лицо. Когда остался один только крем, я поняла, что крем полная вообще пустышка, ничего не дает. И у меня под глазами Сахара. Допользовала крем очень быстро за один раз на зону декольте. И в ужасе заказала сразу кучу кремов для век. На самом деле, один из них был LMS Peptide 4. Второй это был Baborg. Это проверенные мои любимчики. И заодно на скидках заказала крем от Pericon MD. Про Pericon MD я рассказывала уже в фаворитах и разочарованиях, что он мне страшно сушил и стягивал кожу. Я очень быстро от него избавилась. К счастью, к обоюдной выгоде меня и человека, который у меня его откупил. Но, опять же, к счастью, у меня все-таки осталась вот эта парочка. Это сейчас мой уход. Это в качестве сыворотки. Это в качестве крема. Ну, на самом деле, я все еще какое-то время использовала сыворотку от MediPill, потому что хотела ее полностью протестировать для обзора на эту марку. Но сейчас я уже закончила с экспериментами. И вот это мой уход за глазами. И я просто не могу нарадоваться. Это кайф. Вот для меня это все, что надо. Причем самое интересное, что по текстуре они очень похожи. Это такие легкие полулосьончики сливочные. Но вот этого крема самого по себе для меня мало. Может быть, только в самую жаркую жару мне будет его достаточно. А вот этого крема мне было бы достаточно и самого по себе. Но, к сожалению, он не работает вот с этими маленькими заломчиками. Как я убедилась в прошлом году, с ними работает только вот этот крем. Поэтому это парочка мое все теперь. Ну, а если бы была зима, то была бы парочка вот этот крем и Киллс Авокадо. Опять же, из фаворитов и разочарований вы, может быть, знаете про мою историю с сывороткой с Бакучиолом от марки Хербиворе. Если вкратце, то оказалось, что как такового Бакучиола она не содержит. И я даже порывалась ее вернуть в магазин. Но потом все-таки решила оставить. Вот такая вот штучка фиолетовая. Я, в общем-то, буду использовать. Буду пробовать. Пока что она ждет своего часа. Пока что я дотестирую медипил. Еще тут парочку пиар пришедших. Но, как бы там ни было, решила ее себе оставить. Хоть и, скорее всего, будет просто приятная, бесполезная увлажнялка. Довольно-таки задорого. Но, как я сказала, не первая, не последняя бесполезная увлажнялка. Пусть будет. Еще, говоря про уход, я взяла очень классное, мое теперь любимое гидрофильное масло латвийской марки Эко Хаус с розой. Я его купила, как и большую часть гидрофильных масел в последнее время. Купила, чтобы мыть им спонжи, но она мне так понравилась и для лица тоже. Бюджетная, очень приятно пахнет. Продается в любом практически супермаркете. Но, на самом деле, нет. Марка Эко Хаус продается в любом Дрогосе, соответственно, в любом большом торговом центре. Но не везде, на самом деле, есть всегда это масло в наличии. Проще всего, конечно, заказать через сайт. Но мне повезло, я попала на него просто в магазине и, конечно же, ухватила. Хотя сейчас оно стоит без дела, потому что мне прислали еще одно гидрофильное масло на тестирование. Но, в любом случае, это мне очень нравится. Оно реально сильно пахнет розой. Достаточно натурально. Я бы не сказала, что химически. Но кто не любит запах розы, это, конечно, мимо. Ну и это только для жителей Латвии, потому что за пределами Латвии это нигде не продается. И я делала заказ на сайте Beautylish, покупала косметику в подарок подруге. Точнее, даже двум подругам. Обе они смотрят мой канал, поэтому я не буду говорить, что я купила. Но я воспользовалась случаем и заказала то, что давно хотела. Во-первых, миниатюру тонера с неоцинамидом. На самом деле, я решила все вскрывать и вам показывать бутылочки и выбрасывать в коробки, потому что нафига хранить в коробках. Короче, тонер их знаменитый с неоцинамидом. Очень хотела попробовать. Очень обрадовалась, что есть миниатюрка, потому что у меня какое-то засилие бешеное от тонеров. Но еще не пробовала. Сказать мне нечего, но про него хорошие вещи рассказывают. И несмотря на то, что марка американская, почти вся их косметика произведена в Корее. И идеология такая достаточно близкая к корейской. Так что я надеюсь, что это будет именно тонер увлажняющий, а не тоник, который европейский, который увлажнение практически не дает. Та типа тонизирует. Я никогда не понимала, что значит тонизирует. Как тонизированная кожа отличается от нетонизированной кожи? Не знаю. Я предпочитаю от тонеров увлажнения получать. Надеюсь, это будет это давать. Еще взяла сыворотку их Discoloration Correcting Serum. У них две сыворотки против пигментации. Одна с альфа-арбутином. Она у меня была и совершенно меня не впечатлила. А вторая, вот эта Discoloration Correcting Serum с ниацинамидом, она была реально очень хороша. Когда в прошлом году мне ее прислали на обзор, у меня были какие-то небольшие высыпания на подбородке. Они были от аллергии на крем Medipil. Очень быстро с ними справилась эта сыворотка. И мне показалось, что я увидела осветление пигментации. Я не могу, конечно, на 100% быть уверенной, потому что у меня много чего от пигментации в уходе. И постоянно я как бы с ней борюсь. Но мне показалось, что от этой сыворотки был эффект. Единственный ее недостаток, что она немножечко как мылится. Есть такой нюанс у ниацинамида. И ее надо наносить строго на сухое лицо и строго одну пипетку, не больше. Для меня это тяжело, потому что я обычно сывороткой люблю наносить по две пипетки. Но тут меня сама формула дисциплинирует. В общем, на лето очень приятная штука. И понаблюдаю, может быть, смогу в этот раз сделать вывод о том, действительно ли она работает на осветление пигментации или не показалось только в прошлом году. Но мне так показалось. И последний уходовый продукт Beauty Lisha. Я взяла скраб от Jeffree Star. Это мои самые любимые скрабы для губ. И, к сожалению, их становится все тяжелее купить. По крайней мере, в каких-то нормальных человеческих, нехимических ароматах. И в данном случае это блинчики с сиропом. У меня сейчас как раз такой скраб. И один из, я говорю, немногих нормальных ароматов, который остался в наличии. Очень много чего распродано. Ну и я решила его докинуть в корзину. Заодно уже взять. Потому что неизвестно, будет обновление какое-то, будет ли ресток. Или мне в следующий раз вообще придется, когда у меня все закончится, покупать из Штатов. Не хотелось бы, не люблю я переплачивать за доставку. Но, может быть, если я нашла хорошего mail forwarder, то, может быть, это перестанет быть таким адски дорогим, как с бандеролькой. Ну, тогда я вам, наверное, об этом когда-нибудь расскажу. Короче, не вынесла душа поэта. Я купила себе тон от Clinique в самом светлом оттенке C02 Breeze. И это был мой косяк. Я говорила, что мне тон очень понравился. Во-первых, впечатлениях. Я потом еще его пробовала. И он мне очень нравился каждый раз, как я его использовала. Но косяк в том, что даже этот оттенок для меня слишком темный. Когда первый момент я в магазине мазнула, мне показалось, что он идеально сливается с кожей. Но он, зараза, окисляется. И я тут прочитала у одной латвийской девушки-визажиста, блогера, на которую я подписана, что из-за ее практики все тона Clinique на пару тонов окисляются. И он сейчас для меня слишком персиковый, слишком яркий, слишком темный. Очевидно, мне придется для него покупать какой-то аджастер белый. Или даже хорошо было бы лавандовый аджастер. Раньше такое было у корейцев, у Peripera. А сейчас вроде бы есть какой-то праймер у Elf. Может быть, его взять в качестве аджастера. Потому что он не только слишком темный, но и слишком такой ядрено-персиковый. Хотя, может быть, если разбавить белым, то будет и нормально. В общем, понравился мне этот тон по техническим характеристикам. Но с оттенком я промахнулась. Хотела взять от Levante, но что-то в тот момент... А, я вспомнила. У меня был купон на скидку. И мне надо было, чтобы эту скидку получить, надо было потратить определенную сумму. Я такая, гуляй, рванина, возьму тон. Ну и, в общем, да. Ну, я надеюсь, что с белым аджастером он будет действительно очень хорош. И вполне возможно, что в конце лета это будет как раз-таки мой оттенок. Мой загорелый, так скажем, оттенок. Так что я сильно по этому поводу не расстраиваюсь. Я его схватила все-таки потому, что вот в те разы, когда я им пользовалась, во-первых, мне много прилетело комментариев и комплиментов, что на камере он очень хорошо выглядит. Во-вторых, я сама снимала сториз в Инстаграм и включила камеру в телефоне. И смотрю на себя и думаю, почему у меня бьюти-фильтр стоит? Я никогда не пользуюсь в Инстаграме бьюти-фильтрами, разглаживающими кожу. Откуда у меня фильтр стоит на сториз? Долго пыталась найти, потом я поняла, что у меня никакого фильтра не стоит. Просто комбинация этого тона и какого-то удачного очень освещения. Я поймала какой-то достаточно удачный свет. Я не хочу сказать, что все это было только чисто заслуга этого тона. Но вот комбинация этого тона и хорошего освещения дала такой эффект, что у меня просто фильтр на лице. Я сама обалдела от этого дела. И, в общем-то, с того момента заболела идеей купить себе. Ну вот имейте в виду, если вы белоснежка, то даже самый светлый оттенок, он не годится. Я, наверное, разражусь в какой-то момент в Инстаграме сравнительными сводчами всех моих тональных основ, может быть, всех своих консилеров, или, может быть, это будут два сводча. Я когда-то делала такое видео, вот здесь всплывающая подсказка, если вам интересно. Но у меня с тех пор парк на 90% поменялся, другие средства. Я дождусь, мне нужно докупить всё-таки Misha Perfect Cover. Это мой такой эталонный оттенок. И я вот его прикуплю, и тогда сделаю как бы сравнительные сводчи. Просто Misha Perfect Cover – это очень хороший референс, потому что популярный BB-крем, и у многих он есть. Поэтому очень хорошо с ним сравнивать другие какие-то оттенки. В общем-то, да, если вас интересует, то голосуйте лайком, пишите в комментариях. Я постараюсь ускориться с этой темой. И немножечко заказов с Алиэкспресс. Во-первых, повторила подводку от марки Бэнксер. Мне присылали в прошлом году эту косметику на обзор, и подводка меня очень сильно впечатлила. Ну, вернее, как впечатлила? Это та же самая подводка, что у Кэт Ван Ди, что у Клиник, что у Никс. Я не знаю, такая же ли подводка у Physicians Formula, я ее не пробовала, но вот за Кэт Ван Ди, Клиник и Никс я отвечаю, что это тот же самый корпус, та же самая кисточка, та же самая подводка. А, еще с одной я ее сравнивала с японской… ой, нет, с двумя. С японской Kiss Me Heroin, и еще у меня японская была подводка K-Pellet. В общем, все эти подводки абсолютно идентичны по корпусам, по кисточкам, по водостойкости, по нанесению, все абсолютно идентично. Только Бэнксер стоит, или Банксир стоит, что-то там, 2,80 или 2,50, ну, там, меняется в зависимости от курса, меняется цена. Ну, в общем, она совершенно копеечна относительно KVD, она в 10 раз, по-моему, получается дешевле, что-то такое. В общем, если у вас нет предубеждения против китайской косметики и нанесения ее на глаза, то я очень рекомендую. Ну, если есть предубеждения, то, ну, не покупайте. Я, как бы, одну полностью истратила, купила вторую, ничего с моими глазами не случилось, они у меня не отвалились, и все с ними хорошо. Также я купила вот такую вот потрясающую маленькую кисточку, давайте я на фоне волос покажу. С чем бы ее сравнить? Вот так вот она выглядит в сравнении с Заева 240, вот это Заева, а вот это с Алиэкспресс. Ну, я, может быть, сейчас ставлю какую-нибудь фотографию, как они вблизи выглядят. Они не идентичные, но они обе очень маленькие для детальной работы. У Заева более такая форма, как бы, кисть-карандаш, а с Алиэкспресс кисть немножко более с длинным ворсом и такая, ну, тоже как бы кончик у нее, как кисть-карандаш, но просто более длинный ворс. Ну, имейте в виду, это очень-очень маленькие кисточки, вот просто, ну, микроскопические. Я такие обожаю, и всегда, если вижу рекомендацию хорошей маленькой кисточки, меня рвет прямо на части, чтобы ее купить. И в данном случае, поскольку это дешевая Алиэкспресс, я не стала с собой бороться. Очень, кстати, мягкая, совершенно не колючая, синтетическая, дико приятная кисть. Я выбросила коробочку, и нет на ней никаких опознавательных знаков, но ссылка, естественно, у меня осталась. Я внизу, как бы, на все, о чем я сегодня говорю, оставлю ссылки. Кто-то из девочек-блогеров ее порекомендовал. Я, к сожалению, забыла, кто. Может быть, это была Оля Глосс. Мне казалось, что это была Валюша Олдсирена, но она не признается, говорит, что это не она. В общем, кто бы то ни было, если вы это смотрите, большое спасибо, кисть действительно отличная. Я очень сожалею, что не могу респект выразить, забыла, с кем разговаривала, забыла, кто мне ее порекомендовал. И последняя обновка около косметическая. Вот такой вот органайзер с Алиэкспресс. Я, точнее, два таких заказала. Дело в том, что у меня хранятся румяна, пудры, хайлайтеры в органайзеры. В них не становится хайлайтер мой любимый от Офра. В них не становится пудра от Джейкет Бьюти. Кушен тоже. Я решила заказать другой органайзер, в который все это будет помещаться. Но я, блин, просчиталась. И в него не становится моя палетка от Худа Бьюти и палетка от Диор. И, в общем, я поняла, что один такой я могу себе оставить, но второй мне нужно купить другой, в который влазят другие вещи. В общем, у меня, на самом деле, образовался один лишний органайзер. И тот, которым я сейчас пользуюсь, тоже получается лишний. И ко мне едет еще один новый. В общем, я очень надеюсь, что до июня я разберусь с организационными этими проблемами. И в июне я планирую недельный марафон, посвященный организации и хранению косметики. И, надеюсь, тогда я вам покажу, как я все там по-новому у себя в ящике. Ну, не прям сильно-сильно по-новому относительно того, что было, но немножечко по-другому. Хочу организовать вот румяна, пудры, хайлайтеры и вот эти вот вещи. Дальше я буду показывать вам, что я купила на сайте iHerb. Точнее, в основном я это не то, чтобы даже купила, а обналит... Ну, как бы купила, но за бонусы, которые я получаю от того, что вы пользуетесь моими ссылками и моим промо-кодом. Он сейчас будет на экране. Я огромное спасибо вам хочу сказать за то, что вы используете мой код и мои ссылки, потому что это позволяет мне покупать новую-новую косметику и как то, что мне уже нравится в моих фаворитах, так и какие-то интересующие меня вещи, о которых я вам впоследствии смогу рассказать и высказать свое мнение. Так что большое вам спасибо. На самом деле надо немножко остановиться, потому что я что-то слишком много всего накупила. И да, передо мной просто стоит огромная коробка, я на нее смотрю и понимаю, что я не смогу вам отчитаться по поводу этой косметики. Во-первых, потому что это слишком постянется надолго. Во-вторых, я еще не все далеко попробовала, некоторые вещи, опять же, даже не вскрывала. Так что давайте сделаем так. Я сейчас только перечислю, что я купила на сайте iHerb. Я не буду вставлять на каждый продукт ссылку, потому что просто не вместится это все в описании. Я вставлю ссылку просто на лист на iHerb, который называется «Обновки». Я в него сохранила все, что вот я в этой подборке сейчас вам покажу, все, что я купила. И 100% будет отдельное видео, посвященное моим впечатлениям от косметики iHerb. Но уже было какое-то время назад, вот здесь по всплывающей подсказке можете посмотреть, с моим предыдущим раундом обновок. И вот сейчас у меня набралось огромное количество. И будет отдельное видео, даже, наверное, не одно. Короче, поехали. Была промо-акция на вот такую вот маленькую кисточку от Sigma. Это их Е25, растушевочная кисть, но с короткой ручкой. К сожалению, этой акции уже нет. К сожалению, потому что кисть оказалась отличная. Мне всегда казалось... У меня всегда было ощущение, что кисти Sigma будут колючие, потому что это синтетика. И так выглядит... Азаева для меня дико колючие. Но она супер мягкая. Слушайте, отличное просто качество кисти. Меня не смущает, что она короткая. Это, конечно, хорошо для поездок, но никто никуда не едет. Но в любом случае меня не смущает, что кисть короткая, потому что удобно с короткой ручкой близко к зеркалу что-то делать. Особенно для меня это было актуально, когда у меня была близорукость. Сейчас, поскольку я сделала озорную коррекцию зрения, могу достаточно далеко от зеркала находиться. Но, тем не менее, кисть классная. Я заинтересовалась Sigma еще сильнее. У меня только одна кисточка их для подводки была. А теперь я хочу еще их какие-то растушевочные попробовать, потому что очень хорошее качество. Дико классная, мягкая синтетика. Достаточно упругая при этом. Не такая... Не слишком воздушная. Супер кисть. Рекомендую. Мой любимый рисовый тонер от I'm From я купила. На самом деле не себе, а маме. Для меня это идеальный тонер на зиму. А моя мама очень сильно возбудилась. Ей он очень сильно понравился, когда она пользовалась им у меня. Я ей отдала остатки своего. И когда он у нее закончился, она такая... Ну, у меня нет ничего такого больше похожего на молочко. И я такая... Ну, ладно. Я куплю тебе тонер от I'm From. В общем, этот поедет к маме. Но я уже неоднократно пела ему на канале у себя оты. Это потрясающий тонер. Такой, как жидкий крем прямо для сухой кожи. Для жирной я не уверена, что он подойдет. Или это может быть для жирной как одно единственное средство. Больше, типа, ничего не намазывать. Только этот тонер. А для сухой возрастной кожи это просто сказка. Еще один кореец. Это очищающий бальзам от марки Яда с зеленым чаем. Внутри, как всегда, ложечка и защитная крышечка. Вот такой вот слегка фисташкового цвета. Не знаю, пахнет ли он зеленым чаем. Мне, наверное, надо попробовать его в деле, чтобы сделать какой-то вывод. Пока что ничего сказать не могу. Но, как вы видите, я его даже не начинала. Еще один корейский продукт. Энзимная пудра от марки By Wish Trend. В прошлом году меня очень сильно впечатлила энзимная пудра от Good Molecules. И я хотела в этом году ее повторить. Но потом подумала, ну, что я буду прям повторять одно и то же. Если уж мне понравились энзимные пудры, давай-ка я попробую еще одну. И взяла вот такую от By Wish Trend. Но она, кстати, меньше, что-то мне кажется, по объему. Я не помню, какой объем был у Good Molecules. Но так визуально кажется, что меньше. Но преимущество в том, что пластиковая баночка. У Good Molecules баночки в большинстве своем стеклянные. И я с этой пудрой каждый раз беспокоилась, что она у меня упадет и долбанется о пол. Это стеклянная штука. Этого, к счастью, ни разу не произошло. Но я вообще не самый аккуратный человек. У меня много чего падает. И поэтому я предпочитаю, на самом деле, пластиковые упаковки. Вот такая миниатюрка маски от Deer Klairs с витамином Е. У кого-то видела в Инстаграм, что дико классная маска. Я только не поняла, она смываемая или она ночная. Но, судя по всему, она используется как ночная, как несмываемая. Я вообще не знаю. Маска с витамином Е, ниацинамидом для повышения яркости и сияния кожи. Ну, я не смогла устоять, на самом деле, перед миниатюркой. Если бы была возможность, я бы все новые продукты всегда покупала в миниатюре. Так что комбинация чего-то, уже не помню чего, позитивного отзыва и наличие миниатюры меня подкупила. Не то, чтобы мне нужна была еще одна ночная маска, но вот я не выдержала. Значит, взяла масло с голубой пижмы от Acure, которое рекомендовала одна из моих любимых блогеров Галина Плюш-Кала. Потому что, на самом деле, масло у меня в, мне кажется, плохом состоянии, то, которым я в основном пользуюсь. Это органическое масло Канапли, которое мне поставляет моя мачеха из Польши. И ему уже много времени, и осталась там очень большая банка. Мне кажется, что оно на последнем издыхании, в смысле срока годности. Потому что там ничего на упаковке не указано, но как 100% натуральное масло. Я как-то сомневаюсь, что оно больше полутора лет, или сколько-то, два года уже. Короче, много ему времени, и я думаю, что, по крайней мере, на лицо его не стоит наносить. Но еще оно достаточно тяжелое такое, и для лета не очень годится. Ну, об этом отчитаюсь вам, соответственно, в одном из предыдущих видео, которое будет посвящено продукции Say Hair. Потому что я попробовала всего пару раз. Дико спонтанная покупка. У кого-то увидела позитивный отзыв и схватила. Это Медрикера Крим от марки Skin Lab. Я даже не понимаю, корейцы. Это, да, Сеул, Корея. Это сыворотка с кремовой консистенцией. Я последнее время поняла, что я вот такие вот белесые полукремовые сыворотки очень люблю. И когда я увидела отзыв, что это именно такая, я ее схватила, если честно, даже особо не глядя. Но когда она приехала, я увидела, что оказывается в этой банюсечке всего лишь 13 мл, даже не 15. И она что-то была вообще нифига не дешевая, не бешено дорогая, но как бы за 13 мл это что-то дорого прям. Не помню сейчас, если честно, сколько стоило. Ну, ладно, в общем, попробую. Но она должна меня очень сильно впечатлить, чтобы я покупала сыворотку размером 13 мл. У меня обычно и 30 мл улетает за месяц при использовании дважды в день, а тут это, я не знаю, на неделю. Ну и последнее, то же самое на самом деле, комбинация чьего-то позитивного отзыва с тем, что это миниатюра, это маска для волос с оливкой и авокадо. Я очень минимально использую маски для волос, только вот на эти вот кончики, челки, потому что здесь склонные волосы у меня немножко пересыхать и сечься. Именно поэтому мне очень понравилась идея миниатюры, и плюс я в последнее время отказываюсь просто покупать маски в банках, и мне не нравится лазить мокрой рукой в банку, и я выбираю маски в тюбике. Решила попробовать, может быть, это окажется классно, и я буду ее постоянно покупать. В общем, отзыв чей-то, опять же, не помню, чей был хороший, но я еще пока не попробовала. Я обожаю на лето продукты с мятным холодком, с мятным запахом, ну, желательно еще такие охлаждающие, и обычно я покупаю на лето латвийский скраб с мятой от Stenders, но очень много видела позитивных отзывов на вот этот скраб от Giovanni, он с мятой и лимоном, и я решила его тоже попробовать. Я вообще не очень большая любительница покупать через интернет продукты для тела и волос, потому что у меня нет проблем с этими частями, и обычно я могу из наличия в Риге найти что-то, что меня устроит. Но пахнет он классно, он пахнет, вообще мне кажется, он пахнет мохито, если честно. Ну да, лимон и мята, лайм и мята, точно, слушайте, он пахнет мохито. Я еще не пробовала, не знаю, ну, в общем-то, это лейтмотив всех этих хайхербовских покупок, что купила, не пробовала, отчитаюсь перед вами в отдельном видео. На этом с покупками мы закончили, я вам сейчас покажу подарок, который получила в этом месяце, и потом буду показывать дикую кучу, которая мне пришла в пиар, мне просто страшно даже туда посмотреть. Короче, история этого подарка очень забавная. Давным-давно, год назад, я в «Купить или не купить» рассказывала про вот эти вот румяшки от Клиник. Это их знаменитая серия Чик-Поп, у меня были они в ярко-розовом оттенке, и прошлой весной Клиник выпустили лимитированную серию для Азии с принтом Сакуры. Если вам сейчас не видно, если я на монтаже пойму, что не видно, то я вставлю фотографию. Это совершенно потрясающий оттенок, смотрите, какой светлый, прям, на самом деле, даже не факт, что он будет заметен, но обычно эти румяшки оказываются ярче. Оттенок называется «Балерина Поп», и это лимитированный выпуск с принтом Сакуры, и они были доступны только в Азии, и я, если честно, пыталась их купить, пробовала заказать через сайты, которые в Японии осуществляют услугу по выкупу каких-то лимитированных вещей. Мне не удалось это сделать, но потом мне Маша Вебер написала, что, типа, Натали, расслабься, я купила тебе эти румяна и пришлю тебе их в подарок. Так, Маша, огромное спасибо, но, как вы понимаете, ну, в смысле, не но, Маша, огромное спасибо, это просто чудесно, это был потрясающий сюрприз для меня, потому что я не верила, что мне удастся их заполучить. Я знаю эту формулу, я знаю, что она мне очень нравится, это сатиновый пудровый румяна, очень плотно спрессованный, рисунок очень долго держится, и по этой причине, потому что, ну, здесь комбинация очень красивого оттенка, нежного, достаточно светлого и холодного для меня, очень красивого принта, и известна мне классной формула. Я очень хотела их получить, и большое спасибо Маше за то, что исполнила мою мечту, но заключается в том, что эта посылка до меня ехала целый год, потому что, и на самом деле, моя ответный мой подарок Маше тоже ехал очень долго и с очень большими приключениями, но он все-таки до нее доехал чуть раньше. Также Маша мне положила в подарок блеск от Fenty в моем любимом оттенке фуксия. На тот момент Маша не знала еще, что мне не понравятся эти блески по запаху и по вкусу. Они очень красиво выглядят на губах, я этот уже попробовала, но пахнет он также приторно-карамельно-барбарисочно, как и все остальные, но все равно я буду с огромным удовольствием им пользоваться. Я, ну поскольку, я же терплю в остальных блесках Fenty этот запах, потерплю и в этом цвет я фуксия такой просто обожаю. Давайте я сейчас им накрашусь. У меня был на губах блеск от Pet Magrat в оттенке Divine Rose, если кому-то было интересно. А этот тоже очень даже подойдет. Выглядит, конечно, блеск от Fenty очень классно на губах и уходовые качества у него очень хорошие. Все в них прекрасно, кроме вот этого запаха, который просачивается в рот в качестве вкуса и даже временами у некоторых людей, у меня в том числе, першит в горле от него. В общем, визуально и по техническим характеристикам все прекрасно, запах я не люблю. Еще Маша мне положила тоже одну штучку, которую я очень мечтала попробовать. Это набор из миниатюрки муссовой помады Bare Minerals и их знаменитых румян Creme to Powder Formula. Короче, вот так вот они выглядят. Муссовая матовая помада. С одной стороны, я не думаю, что много пользы мне будет от матовой помады, я их не очень люблю. С другой стороны, очень красивый оттенок, прям вот мое-мое. И эта миниатюрка, соответственно, ну как бы есть даже шанс, что я ее когда-нибудь истрачу. Истратить полноразмер матовой помады при моей к ним не любви совершенно нереально. А миниатюрка это прям то, что надо. И оттенок, ну вот идеально, просто-просто идеально. И румяшки вот эти одно время американские бьюти-блогеры с ума сходили, те, кто любят кремовые формулы, с ума сходили. Не получится сделать красивую фоточку, я уже вляпалась в них. Но зато я вам посвочу. Одно время американские блогеры, кто любят кремовые румяна, с ума сходили по этой формуле. Она действительно очень приятная. Вот такой оттенок. Это, конечно, не растушеванный, неизвестно, как он будет на лице, но достаточно холодный оттенок, чтобы мне понравиться. Такой ягодный, ой, в какой-то момент даже с голубым каким-то отливом. В общем, очень интересный оттенок, мечтаю попробовать. Конечно, лошара я что вляпалась и фотку теперь красивую сделать не смогу. Ну ладно, сделаю с клиник красивую фотку. И последнее, что было в подарке от Маши, это набор пробников крема для глаз от Huxley. И здесь их довольно много, 5 штук аж. Так что смогу составить полноценное мнение. Маша его очень хвалила, но я испугалась того, что с корейскими кремами для глаз у меня обычно не складываются отношения, потому что они слишком бальзамные. И Маша мне пыталась объяснить на словах, какая это текстура, и присылала фотки. Я все равно ничего не понимала, в конце концов она просто сказала, что она нашла, попросила в магазине пробники и положит мне их в мой подарок. И вот, в общем-то, спустя год, вот, кстати, была новинка в тот момент, сейчас уже старинка, конечно же, но я все равно с удовольствием попробую, потому что марка Huxley меня очень сильно интересует. И я планирую продолжить свое, вот один прекрасный момент, продолжить свое знакомство с ними. И отлично, что я могу в пробниках испытать крем для кожи вокруг глаз. Еще раз Маше большое спасибо, девчонки, если не знаете, Маша Вебер, у нее сейчас более активно она в Инстаграм, она пока не снимает на Ютуб, но вообще-то есть у нее и канал на Ютубе. Я оставлю ссылку и на Инстаграм, и на Ютуб-канал в описании к видео. Субтитры сделал DimaTorzok